Одна из веток Барнаульского метро, судя по легендарной карте Барнаульского метрополитена, находится на площади Октября. В качестве опознавательного знака на подземном переходе сияет буква М. Чтобы пройти к поездам метро, нужно спуститься в подземный переход, приобрести жетоны и отправиться колесить по просторам подземного мира до нужной станции. Собственно, вот как оно выглядит. Все, как и в других городах. Много шума, много людей. Хотя вы, естественно, уже поняли, что это воображаемое, а не настоящее метро. Хотя, согласно документам, которые гуляют сегодня на просторах интернета, метро действительно построили в Барнауле 50 лет назад, в 1972 году, когда приезжал Леонид Ильич Брежнев. Приезд Леонида Ильича действительно реальный факт. Вот только следствием его визита стало не строительство метро, а открытие Алтайского государственного университета. Кстати, именно выпускник этого вуза спустя десятилетия и построил Барнаульский метрополитен. Миф о Барнаульском метро создал журналист, вебмастер Данил Чурилов. В 2008 году он показал барнаульцам схему метро. Пять линий и 37 станций. Создатель паблика активно вел группу, подогревал интерес новыми постами и забавными видео из Барнаульского метро. Барнаульское метро появилось потому, что не могло не появиться. Фраза «Барнаула в столице мира» является важнейшим элементом идентичности барнаульцев. Поэтому город не может существовать без своего метро. Миф ли это? Ну, с таким же успехом к мифам можно отнести планы сделать из Барнаула центр туризма. Изучением виртуального мира занимался доктор филологических наук Александр Куляпин. По словам профессора, создание метро – это своего рода ирония. Ведь даже тот факт, что его начали строить к 102-летию со дня рождения Ленина, а не к столетию, вызывает улыбку. Существует более десятка виртуальных метро. Причем есть метро даже в деревне Покровка, где 300 жителей всего. Вот есть там и в городах миллионных. Но самое наше барнаульское метро – это самое лучшее метро из виртуальных. И оно самое реальное из виртуальных. Вот есть и карта метро, есть и билеты метро. То есть это все проект очень тщательно разработан. Да, тут есть постановление ЦК, партии о создании метро. То есть это действительно очень такой мощный проект. Я думаю, что вот мы привыкли, что фольклор – это сказки, частушки, песни. А вот сейчас народное творчество, оно как раз переходит вот в эту стадию, когда создаются целые вселенные. Это вселенная метро. Этим летом паблик пережил свое второе рождение. Спустя пять лет забвения в группе начали появляться новости. Одна из первых о том, что проезд в барнаульском метрополитене снизится на один рубль и составит 7 рублей. Связано ли оживление группы с коллапсом наземного транспорта из-за закрытия моста на новом рынке или на то есть другие причины, остается только догадываться. Однако некоторые горожане после открытия второго дыхания в паблике вновь начали мечтать о скоростном подземном транспорте. Нужно метро? Да, конечно. Почему? Ну, загруженная с транспорта. Большая. Нужно. Почему? Ну, чтобы быстрее добираться до работы кому-то, кому-то до учебы. Почему ваше рассуждение? Да потому что автобусы не ездят. Будет метро, будет нормально добираться. Стоило бы в Барнауле построить или не нужно? Стоило бы. Почему? Ну, удобнее было бы. Хотели бы, чтобы в Барнауле действительно было метро или не стоит? Потому что не стоит. Город маленький. То есть ни к чему? Ну, конечно, пусть это мост достроят. Метро? Угу. Ну, это, конечно, забавно. Не знаю, у нас не такой большой город, как Москва, Лепитер. Позволить себе метро могут города с населением более миллиона человек. Однако и в этом случае далеко не всегда. Метро – это затратная история. Без помощи дополнительных средств существовать не может, отмечает депутат АКЗС. И даже, если брать московский метрополитен, ну, по крайней мере, то, что видно из открытых источников, это датируемое предприятие, то есть, по сути, функционирующее за счет определенной доли средств бюджета города Москвы. И самостоятельно, несмотря на огромный пассажиропоток, функционировать не может. Потому что иначе должна быть стоимость проезда гораздо выше, что, опять же, будет противоречить доступности. Метро без хорошо отлаженной и отлично функционирующей наземной системы передвижения работать не будет, дополняет свои рассуждения народный избранник. Сегодня надо все-таки для Барнаула говорить о том, что надо развивать систему общественного транспорта наземную. Развивать трамваи, развивать троллейбусы, развивать электробусы, да, то есть, вот по тому принципу, по которому пошла столица. Из заявлений администрации города, из заявлений Вячеслава Генриховича, идеи эти в головах, скажем, они уже зреют. Надо дожидаться реальных шагов. И вот когда будет полностью работать система общественного наземного транспорта в городе Барнауле, быстро, комфортно, недорого, вот тогда, наверное, только тогда можно говорить о какой-то перспективе развития уже подземного, когда наземный справляться не будет. Архитектор Александр Деринг разделяет мнение Данилина, считает, что будущее в Барнауле не за метро, а за скоростным электротранспортом. А что касается новых постов в паблике метро, в частности о том, что он якобы проектирует новые станции подземки, то к таким фейковым новостям относится с юмором, но порассуждать готов и на эту тему. Какое бы метро могло бы быть, если бы было там, ну, станции, метрополе, вообще я прочитал про себя, что якобы мне поручено проектировать станции Барнаульского метро новые, конечно, смешно. Ну, конечно, это была бы, наверное, какая-то своя местная специфика, которая отражала бы те станции и станции тех мест, где они бы располагались, ну, скажем, Октябрьская площадь, да. Конечно, там что-нибудь было такое связанное с классикой, с классической нашей архитектурой барнаульской. Кстати, миф о метро подогревает не только создатель сайта, но и городские чиновники. На День города они сделали барнаульцам и гостям подарок – фотозону, вход в метрополитен на улице Молотобольская. И, как вишенка на торте, скажу, у нас, скорее всего, будет аниматор в костюме работника метрополитена, который будет чеканить жетоны метро. Люди смогут с этими жетонами и с этим человеком сфотографироваться. Появится ли когда-нибудь в Барнауле метрополитен или подземные путешествия, так и останутся из области фантастики, покажут годы. Ясно одно, что легенда о барнаульском метро лишь подстегивает интерес горожан к своему городу и делает Барнаул туристически привлекательным. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.